Дмитрий Пришвицин Дмитрий Пришвицин В международную программу попал дебют парта Саурабха «По ту сторону пруда». Режиссер обратился к теме коронавируса и самоизоляции. А вот вторая индийская лента «Ганди и компания» участвуют в конкурсе «Твое кино». Здесь представлены фильмы для детей и подростков. Маленькие югорчане уже оценили фильм. Большой зал Центра искусств для одаренных детей Севера был полон до отказа. Фильм «Ганди и компания» был снят для детей, чтобы привить им простые правила жизни. Дело в том, что Ганди – это тот человек, который боролся за свободу нашей страны. Он проповедовал всем известные принципы – не укради, не лги, живи честно. Нам было очень важно представить его на программе «Твое кино». И поэтому я здесь. Отборочная комиссия собирает лучшие ленты со всего мира. Конечно, основной упор на дебютные ленты – все же фестиваль кинодебютов. В этом году в международной конкурсной программе участвуют работы режиссеров из Индии, Тайваня, Ирана, Японии, Франции, Аргентины. Есть и российская лента. Еще шесть отечественных фильмов входят в российскую конкурсную программу. Все эти картины в течение двух ближайших дней будут оценивать жюри. Большое жюри международного конкурса. Кстати, индийское присутствие есть и в жюри кинофестиваля «Дух огня». В этом году фильмы будет оценивать режиссер Баутхаян Мухерджи. Также среди экспертов – кинокритик из Кыргызстана Гульбара Таламушова, а возглавляет жюри Павел Лунги. На открытии кинофестиваля российский режиссер вручил одну из самых почетных наград «Духа огня» за вклад в развитие кинематографа, артисту театра и кино Сергею Громашу. Огромное спасибо фестивалю, огромное спасибо этому городу за этот приз и дай бог этому действу, этому фестивалю большой жизни и самое главное того, чтобы это не было, чтобы люди, которые приходят сюда и что-то присылают сюда, все-таки продолжали любить кино. А кино здесь любят смотреть и снимать. И не только участники фестиваля, вся Югра влюблена в кино. Округ стремится стать одной из киностолиц России. На это нацелено и международное сотрудничество. Мы, безусловно, изучаем и используем опыт других стран, регионов. И тем самым, на наш взгляд, идем в развитие собственного фестивального предложения. В этом году мы сделали большой акцент на кинодиалоге с Индией. И Индия – страна-гость нашего кинофестиваля. Впереди у гостей фестиваля все самое интересное. Культурная программа, кинопросмотры, которые проходят нон-стопом на нескольких площадках, деловые встречи. На закрытии ждут знаменитого сербского кинорежиссера Эмира Кустурицу. С этого года он стал президентом «Духа огня». Он обещал прилететь в Ханты-Мансийск, и даже сломанная нога не может помешать, когда есть крылья любви. Любви к киноискусству. Я вас все люблю, все люблю. И я вам хочу сказать, что если все будет хорошо с операцией завтра, так я у вас буду до конца фестиваля. Если нет, увидимся в следующий год. 21-й кинофестиваль кинематографических дебютов «Духа огня» объявляется открытым. Анна Шуркевич специально для программы «Больше чем новости». На «Духе огня» югорчане становятся участниками мировых премьер. И этот год не исключение. В воскресенье в Центре искусств произойдет мировая премьера французского фильма «Актриса на всю голову». Кстати, югорчане смогут увидеть фильм даже раньше французов. В Париже премьера назначена только на 8 марта. Фильм «Актриса на всю голову» включен в международный конкурс фестиваля. Себастьян Баи не смог приехать в Ханты-Мансийск, но смог выйти с нами на видеосвязь. Себастьян, расскажите нам о вашем фильме. «Актриса на всю голову» – фильм о 50-летней актрисе по имени Анна, от которой уходит муж. Она решает отправиться к старой китайской целительнице. И она дает главной героине вот такое лекарство. Когда Анна принимает снадобье, она может выбрать облик любого возраста. Она решает стать моложе и встречается со своим бывшим мужем. Скажите, а как вы отреагировали на то, что ваш фильм будет представлен на кинофестивале «Дух огня»? «Я очень рад, что мой фильм взяли в конкурсную программу фестиваля в Ханты-Мансийске. Это первый кинофестиваль для моего фильма «Актриса на всю голову». Для меня это очень важно, потому что я очень люблю русскую культуру, россиян. Но, к сожалению, я не смог приехать в Ханты-Мансийск, потому что мой фильм прямо сейчас готовится к примере во Франции. Я очень занят продвижением и встречами со зрителями. Это большое разочарование, что я не могу быть с вами на фестивале «Дух огня» в России. Я никогда не был в России и надеюсь, что у меня будет возможность побывать в России и открыть для себя невероятную страну». Скажите, а насколько это важно молодым режиссерам представлять свои работы на таком большом и масштабном фестивале, как «Дух огня»? Кинофестиваль – это отличная площадка для встреч, открытия новых фильмов. Я надеюсь, что этот фестиваль откроет новые имена и новые гениальные картины из разных стран. Это возможность познакомиться с разной культурой и языками. Я счастлив попасть в конкурсную программу, потому что я знаю, что «Дух огня» – отличный кинофестиваль. Мне о нем рассказывали друзья, которые приезжали ранее в Ханты-Мансийск. Они говорили, что это невероятное место. Себастьян, спасибо большое за то, что вышли с нами на видеосвязь. Но мы с нетерпением ждем вас в Ханты-Мансийске. Ну а всех югорчан приглашаем на премьеру фильма «Актриса на всю голову». В этом году кинофестиваль отмечает свое 20-летие. Мы решили окунуться во времена прежних киновстреч, вспомнить, как развивался форум и кто ему в этом помогал. Ну и, конечно, куда без интересных историй о звездах. Все это хорошо помнит Мария Зверева, вице-президент «Духа огня». Мы решили вместе поностальгировать. Здравствуйте, Мария Изольдовна. Рада вас видеть. Мне бы хотелось с вами, наверное, пройтись немного по истории кинофестиваля «Дух огня». Первый фестиваль кинодебютов «Дух огня» состоялся в феврале 2003 года, 20 лет назад. Тогда он был посвящен Андрею Тарковскому. Первое международное жюри возглавил режиссер Кшиштоф Зануси. Гостями стали знаменитые актеры российского и зарубежного кино. Олег Кинковский, Ирина Алферова, Пьер Ришар, Мишель, Мерсье, Татьяна, Друбич. Как вы вспоминаете тот год, тот первый кинофестиваль? Каким он видится после стольких лет? Я тогда начну с того, с чего всегда начинал Сергей Александрович Соловьев. Потому что он первым приехал в Хантамансийск, еще за год до первого фестиваля. И, как он говорит, меня привели к яме. Мне показали большую яму и сказали, хочешь делать здесь фестиваль. Это была, конечно, не яма, а котлован будущего КТЦ «Югра-классик». Но даже яма произвела на Соловьева такое впечатление, что он сказал, в этой яме будем пробовать. И я думаю, что одна из удач фестиваля – это замечательный фестивальный центр. Режиссер, когда приезжает со своей картиной, ему важно, чтобы проекция была качественная, чтобы зал был полноценный. Но я считаю, что в Хантамансийске более чем полноценные залы. И вот начиная от этой ямы, которая потом превратилась в наше волшебное здание, все эти годы мы принимаем звезд. И все, кто у нас были, вы знаете, очень охотно возвращаются. Потом уже членами жюри или просто гостями. И наши актеры, все, кто побывали, начинают любить ваш город и ваш край. А я-то уже говорю у себя, потому что и для Абдулова, и для Соловьева, и для меня «Югра» абсолютно вторая родина. Вот настолько важно для нас то, что мы там делаем. И вообще удивительно за эти 20 лет, в этом году уже будет 21-й фестиваль, у нас было много дебютантов с первыми картинами. Будущее их было неизвестно, как и будущее тех, кто приедет нам в этом году. А следующие годы показали, кто из них вырос по-настоящему большого режиссера. Идеология кинофорума – это не только ежегодный общественный отсмотр дебютных работ. Это ведь и соблюдение новых традиций, как вы уже отметили, это открытие новых звезд кинематографа. Скажите, насколько удается ежегодно поддерживать вот эту славную традицию, открытие новых и героев кинофестиваля, и поиск новых направлений опять же? Да, это сложно, потому что мы зависим. Наш выбор, у наших отборщиков выбор не так велик, как на фестивалях обычных. Потому что мы завязаны только на тех, кто сделал первую полнометражную картину в этом году. Это зависит и от прибывки талантов, которые неизвестно, как Господь Бог рассыпает, и от экономической ситуации. Потому что есть годы, когда очень много дебютов, когда есть деньги на дебюты, и тогда есть из чего выбирать. Есть годы, когда, особенно в том, что касается российских дебютов, бывали годы, когда мы могли сказать, мы даже не могли особенно выбирать, мы вам показываем, смотрите, кто пришел. Вот в этом году пришли вот такие, других нет. Бывают годы, когда можно провести полноценный выбор. Немножко богаче, когда у тебя весь мир включен, тоже больше выбор. Но что мы всегда неукосительно соблюдаем с первого фестиваля? Нам важно сочетание дебютов и классики. Потому что нам важно, чтобы новые волны, которые всегда другие, тем не менее не забывали о том, что для них тоже был кинематограф. Почему у нас всегда есть дополнительные какие-то программы, в которых мы показываем классическое кино? Почему мы всегда приглашаем больших режиссеров предыдущих поколений? Потому что куда бы ни шло новаторство, замечательно быть абстракционистом, если ты в юности рисовал, как Пикассо. Пикассо мог сделать все, а дальше уже он ломал форму. Вот то же самое касается, мне кажется, любого искусства. Сначала научись, потом ломай. Каждый фестиваль обращался к великим именам. Так, третий фестиваль посвятили столетию российского режиссера Лео Орнштрама. Четвертый – грузинскому мастеру Георгию Данелия. А как происходил этот выбор? Что влияло на это? Ну, иногда это юбилей просто, как кого-то, кто для нас очень важен. Иногда это какой-то человек, который оказал на всех нас, как первый был посвящен Тарковскому. Тарковский оказал влияние на целое поколение, а может быть, и не одно, и не только у нас, а во всем мире. Есть люди, которые меняют вектор кинематографа. В этом году мы просто, наоборот, у нас такой классика. У нас будет 150 лет Петру Чердынину, один из первых русских режиссеров. И так удачно, что Госфильмофонд отреставрировал его картины. И это событие для кинематографистов, потому что мы их видели в совсем таком плохой картине 2012-2015 года. И мы привезем их в Ханты-Массейск. Это будет первый показ. И более того, мы привезем одного из лучших таперов. Это совершенно особая категория музыкантов, которые играют под немые фильмы. Они шли под импровизацию, которая должна попадать в ритм и в настроение того, что на экране. Я очень приглашаю жителей Югры посмотреть. Сама пойду с удовольствием. Мне очень интересно. Пятый фестиваль запомнился, наверное, и тем, что здесь прошла презентация фильмов с непосредственным участием Югры. При поддержке студии Югра фильм режиссер Виталий Мельников создала гид-бригаду «Бей врага». Сергей Соловьев – многосерийный телефильм «Анна Каренина», а чуть позже была и «Сага о Хантах». Вы считаете, кинофестиваль повлиял на игру и ее творческую и креативную сферу? Для нас было важно. Мы вообще много лет, пока бы жил Виталий Мельников, совершенно выдающийся режиссер, прекрасный, нежный, понимающий людей. Его фильм «Старший сын», я думаю, все видели с Караченцевым и с Леоном. Изумительная картина. Он из Хантамансийска. Он всегда рассказывал историю, что он приехал поступать во ВГИК, и у него его аттестат зрелости не на чем был напечатан. Он был напечатан на обратной стороне бумажки от консервов, то ли килька в томате, то ли что-то на консервном заводе. И дальше он снимал замечательные картины, которые мы показывали всегда. Вот начальник Чукотки был тоже, всегда в Хантамансийск привозили. И мне кажется, что с этого же года мы начали в школах Югры вести киноклассы. И вот ждем, что сейчас уже это поколение должно подрасти. И, может быть, надо делать какой-то специальный курс. Мне кажется, уже должны были вырасти на фестивальных фильмах. Все-таки мы показываем и достаточно сложное кино за эти годы. Зрители, которые могут стать не только зрителями. То есть все равно такие фестивали на креативную составляющую, это регионно влияют. И вот, например, то, что мы последние годы проводим конкурс микрофильмов, и надеемся, что те, кто делает микрофильмов в следующие годы, может быть, дорастут и до короткого метра, где у нас уже более серьезный конкурс с серьезными призами. Это тоже некая школа. Если ты это любишь, и если ты к этому тянешься, у тебя есть в руках телефон. Снимай. Гостями кинофестиваля в разные годы становились мировые звезды. Это и Винсен Перес, и Фанни Арден, и Анастасия Кински. А как они реагировали на сам фестиваль и на Югру в целом? Может быть, есть какие-то истории с их участием? И что их удивляло тогда? Я считаю, что мы очень счастливый фестиваль, потому что к нам приезжали звезды, вот, ну, как бы перечислили абсолютно первой величины. Хамаки Курихара прилетала, японская звезда. С ней было забавно, потому что она спросила, надо ли наряжаться на дорожку. Мы им всем говорим, наряжаться, как в Каннах. Это ничуть, это наш Каннамансиск, ничуть не хуже фестиваль. Она говорит, тогда, простите, придется привезти ассистентку, потому что парадное кимоно невозможно одеть самой, и невозможно, чтобы человек сам не может надеть, но и не может помочь необученный человек. И мы везли специальную японку, которая закручивала камаки вот в это изумительное кимоно. А то же самое было с Фаней Ордан, которая тоже нас спросила, а что мне везти? Мы сказали, ну вот что, в Канны повезла бы? И если у вас есть хроника, она по морозу идет в роскошном открытом платье, не боясь, с голыми плечами, шлейфом, просто по-королевски. И это очень приятно, потому что в этом есть уважение к публике. Ничего другого. Это именно уважение к публике. Она приехала сюда, это ее зритель, и она их уважает не меньше, чем в Венеции, Каннах или на Оскаре. Очень трогательные части звезд. Например, вы вспоминали Ришары. Люди разные, звезды тоже разные. Некоторые, приехав, говорят, у меня по контракту, я должен один раз выступить, два раза улыбнуться, третий раз я улыбаться не буду. А есть необыкновенные люди, как Ришар, например, которого мы отвели в Центр искусств. И хотя ничего этого у него не было прописано в приглашении, он два дня занимался там с детьми. Он сказал, они же мои коллеги, они актеры. И это было так по-человечески чудесно, и так по-актерски замечательно. Вот прекрасный, тёплый человек, который в школьниках из Центра искусства увидел своих коллег. А единственное из забавного, после первых двух фестивалей мы взяли за правило, мы заранее делаем тёплые костюмы и прямо в аэропорту стараемся им вручить. Потому что, например, в этом году приедут индусы. Ничего теплее с Сари у них нет. И им незачем, потому что для чего им при их погоде что-то... И мы первые два фестиваля поняли, что люди просто без выхода не выйти не могут, потому что они в каких-то кофточках. Но теперь мы им даём эти замечательные тёплые костюмы, которые они обожают. Они в них в снегу валяются. Для них всё это невероятная экзотика. Может быть, что-то из национальных блюд кого-нибудь поразило? Ну, конечно, все хотят строганину. Всегда и везде, абсолютно. Потом уже остановить нельзя. Муксун поражает воображение. А если смотреть на вылет фестиваля, то многие летят с рыбой. А кого-нибудь на рыбалку, может быть, возили за период фестиваля? Конечно. Сейчас стало как-то похуже. Первые фестивали возили. И у нас были, если тоже посмотрите хронику, у нас актёры вылавливали больших рыб. Счастье было нереальное. Была рубалка, по-моему, Серебряное озеро это у вас называется. И одну из наших звёзд, замечательный парень, подошёл к лунке, ему дали удочку. И он вытаскивает очередную потрясающую рыбу. Счастлив, ходит, фотографируется. Эти фотографии есть в журналах, не буду говорить, кто. А я смотрю, рыба-то снулая. Он не понимает. Я понимаю, что она там уже была. Но так мы не стали его разочаровывать. Он уехал счастливым, считая, что побил все рекорды. Поэтому самая большая рыба была, ну не то чтобы батафорская, она, конечно, была рыба. Но боюсь, что её поймали за пару дней до фестиваля. Спасибо вам большое, Мария Зальдовна, за то, что нашли время встретиться и пообщаться с нами. Спасибо вам. Это программа «Больше чем новости». Переходим к другим темам. Смотрите далее в выпуске. Как учить, вдохновлять и развивать по-новому? Педагоги Югры делятся практиками наставничества. Как вместе с профессиональным ростом учителей меняется заинтересованность учёбой у школьников? Почему имя Рая стало нарицательным? В Сургуте вынесли приговор по делу гражданки Мамедовой, оскорбившей в домовом чате жильцов. Мы проследили, как менялся процесс по этому делу и вместе с ним образ самой ответчицы. Когда поют трубы? Главный орган Югры отметил 15-летие. Мы узнали, почему 10-тонный король боится перепадов температуры и почему музыкантам приходится играть на нём практически всем телом. Теперь обо всём подробнее. В Югре открыли год педагога и наставника. Напомню, он был объявлен президентом России. Торжественная церемония прошла на этой неделе в окружном центре. На форуме «Учить, вдохновлять, развивать» представители одной из самых важных профессий говорили о приверженности своему делу, принципах семейных ценностей, передаче опыта о династии, как растут югорские педагоги, на какую поддержку могут рассчитывать и как вообще в округе развивается система наставничества в сюжете Елизаветы Гутовской. Югра богата талантливыми педагогами. Это подчеркнула губернатор Наталья Комарова приветствуя участников форума «Учить, вдохновлять, развивать». Достижения югорских учителей подтверждаются победами в различных конкурсах. Эти успехи продолжают их воспитанники. В округе широко применяются практики наставничества. Текущий год должен послужить развитию творческого потенциала педагогов к повышению социального престижа профессии. Подчеркну просто это направление вашей ответственности, это привлечение в профессию педагог. А я встречаю много молодых людей, детей, которые на вопрос о том, какую профессиональную дорогу они выбирают, называют учитель. И нам всем очень важно престиж, уважение к людям, выбравших эту профессию, развивать максимально. Развивать максимально. Страна нуждается в специалистах, которые очень хорошо знают свою работу, свою профессию и любят ее. Можно сказать, что педагогическая моя профессия началась, наверное, с 7-летнего возраста. Когда я пошла в класс, когда после прихода с уроков я садила дома своих кукол и раздавала им листочки, чтобы они писали, чтобы они записывали то, что я слышала учителя первого класса, классного руководителя первого класса, Елена Николаевна Никитиной. И учила своих кукол в школе. С того времени я не могу расстаться со школой. Приверженность профессии может сформироваться уже с малых лет. Самоопределение помогает и в самих школах. Профориентация. Как показывает практика, открытые уроки, встречи и конкурсы действительно имеют свой эффект. Мы представляем профессию педагога. Мы выбрали ее, потому что это очень важная профессия в современном мире. И вообще профессия педагога очень важна для человечества, потому что они отвечают за будущее развития общества в целом. Порядка 900 профессионалов поделились на форуме в Ханты-Мансийске гордостью за выбранное дело. Обсудили наставничество как эффективный инструмент развития кадрового потенциала. Связь поколений через традиции и ценности. В любом случае патриотическое воспитание в рамках образовательной программы, в рамках программы воспитательной работы школы, такая тематика присутствовала. Просто ее не выделяли в отдельный блок и не вводили в отдельную систему. Действительно очень важно подрастающему поколению говорить о насущных важных проблемах, о роли государства, о роли патриотизма. Что это такое, как развиваются отношения, как комфортно в мире существовать. По сути своей наставником может выступить каждый из нас. И в этой связи упомяну о набирающем активность, рост российском движении «Движение первых». У нас создана уже 121 первичная организация, отделение всероссийского движения. Присоединиться к движению могут школьники, начиная с первого класса. Для детей это опыт волонтерства, изучение экологии, возможность путешествовать, раскрывать таланты. Я считаю, что это очень важно на самом деле, вступать в такие движения, потому что каждый школьник должен отвечать и быть, в общем-то, ответственным. Держать ответственность и, в общем-то, всегда везде быть первым, выступать и быть активным в своей школьной деятельности. Движение, наверное, меня привело в мое активное поведение, постоянное желание что-то творить, что-то новое придумывать, не сидеть, в общем, на месте. В планах у нас реализовывать многие мероприятия, как-то тоже развивать другую молодежь, как-то пропагандировать наше движение, чтобы оно расширялось и было более многочисленным. Три, два, один. Старт! С открытием тематического года в Югре пройдет порядка четырех десятков различных событий. Помимо форумов, это круглые столы, акции, а также мастер-классы. В этом году округ поддержит тех учителей, которые вкладывают свое мастерство и душу в профессиональный и творческий рост своих воспитанников. Поэтому мы приняли специальное решение о введении новых мер поддержки в этом году. Для педагогов, которые станут победителями на всероссийских творческих конкурсах, мы вводим специальный грант, выплату в размере одного миллиона рублей. Для призеров соответствующих конкурсов эта сумма составит 500 тысяч рублей. Кроме того, мы все понимаем, что для любого педагога самая главная награда – это победа его учеников, воспитанников, тех людей, в которых они вкладывают в себя свою душу. Поэтому мы также вводим новые специальные меры поддержки для тех педагогов, которые воспитают победителей всероссийских олимпиад и конкурсов. А школьники Югры вообще активно участвуют в таких интеллектуальных состязаниях и занимают призовые места. И это, к слову, тоже помогает в будущем выбрать профессию. Но только если наставник сможет грамотно заинтересовать ученика, направить его. А некоторые дети показывают интерес к нескольким сферам. Про таких говорят всесторонне развитые. Победа в олимпиаде дает даже толчок к саморазвитию. В олимпиаде это не так страшно, и все могут, дети, ее проходить. А не так, чтобы какие-то отдельные личности, какие-то там отличники, даже может троечник пройти. Система наставничества – это не только про учителя, направляющего ребенка. В помощи могут нуждаться и сами педагоги. Поэтому в Югре существует реверсивное наставничество, когда уже высококвалифицированный специалист становится подопечным молодого учителя и получает ответы на вопросы, в которых испытывает затруднения. У нас периодически меняются требования к введению и проверке рабочих тетрадей. Но, как правило, есть такие общепринятые требования математические, как мы должны ввести тетради, но в каждой школе они разные. И, естественно, первым вопросом, которым я озадачилась, а как правильно это делать. Педагоги Югры не костенеют в предложенных много лет назад образовательных канонах, а постоянно совершенствуются. Ведь сейчас в мире столько источников информации, включая, конечно же, интернет. Поэтому они просто обязаны делать свои уроки интересными для детей. Любая задача не только педагога, но и любого профессионала – это образование в течение всей жизни. Это современное направление, и только таким образом можно развиваться как профессионал. И какие бы ни были технологии, они никогда не смогут конкурировать ни с педагогом, ни с каким-либо другим профессионалом, потому что любая технология – это дополнительный инструмент в руках профессионала. Горские педагоги в части использования цифровых технологий, если мы говорим об этом, одни из лучших в стране. Итак, год педагога и наставника торжественно открыт. Как отметила губернатор, закрывать его не будут. Елизавета Кутовская, Ильдар Муратов. Специально для программы «Больше чем новости». На этой неделе в Сургуте вынесли приговор Рае Мамедовой. Женщину осудили за попытку разжигания межнациональной вражды. Своими высказываниями в домовом чате мать троих детей задела чувства не только сургутян, всех жителей страны. Рассмотрение дела в суде длилось более полугода, и даже после вынесения наказания хейтеры в соцсетях требуют для Раи более жесткого наказания, вплоть до депортации. Хотя это уже из области фантазии. Мамедова – гражданка России. О том, как имя Рая стало нарицательным, почему ее не поддержала национальная диаспора, и какой урок из этой ситуации мы все должны извлечь, разбиралась Наталья Соловьева. За делом Раи Мамедова не только сургут. Вся страна следила, как за героями реалити-шоу «Дом-2». С одной стороны, абсолютно очевидна концовка. В стране, где уважение к людям другой национальности прописано в Конституции, человек просто не может остаться безнаказанным. С другой, в этой истории всегда случались разные сюжетные повороты. То Рая подольет масло в огонь, записав видеообращение, то прокуратура требует более жесткого наказания. За полгода судебных разбирательств Мамедова прошла путь от непризнания своей вины к частичному признанию, а потом и к полному. Сменила двух адвокатов и три цвета волос. Ее образ и стиль на каждом заседании говорил иной раз больше, чем сама Рая. В ультрамодной шубе Тедди, ее так называют, в короткой юбке, с модной прической. Яркий акцентный макияж это говорит о том, что она отважная, готова побеждать, отстаивать свою позицию. Здесь по этому образу можно дать заключение, что это будет действительно борьба. И эта девушка, возможно, одержит победу. От леопардовых расцветок до покрытой головы, по мнению стилиста Ольги Крупининой, Рая хоть и сменила имидж на последних заседаниях, но продолжает гнуть свою модную линию. Судя по тому, как выглядит наша девушка на последнем заседании, мы можем сделать вывод, что образ стал намного мягче. Первое – это покрытая голова. Второе – это женственный силуэт. Девушка надела платье. Цвет, безусловно, тоже говорит о том, что девушка спокойна, уверена. И она, обратите внимание, не в красном, не в бордовом, не в синим, а в зеленом. А зеленый цвет говорит о том, что она спокойна, уверена и не намерена отступать. 28 декабря у меня был суд, прения были, если все помните. Первый раз в жизни, рано утром, я прочитала намаз. То есть сменила я имидж не из-за того, что там скрывают, еще что-то нет. Тот человек, который читает молитву в день пять раз, то есть намаз, обязан носить платок. То есть это из-за того, что предписывает нам Коран. В связи с этим я не то, что сменила имидж, а именно прикрылась, можно сказать. Изумрудный Тота Лук выбрала для своего последнего слова в суде. В нем она просила не назначать ей наказание в виде реального лишения свободы. Ваша честь, хочу еще раз извиниться перед русским народом. Вино осознала. Прошу принять во внимание вышесказанное и назначить мне наказание не связанное с лишением свободы, с применением статьи 64 КРФ. Самая главная интрига в деле Раи Мамедовой назначит ли ей суд наказание в виде реального лишения свободы. И вот на последнем заседании в этом вопросе поставили точку. В соответствии со статьей 73 уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы считать условным воспитательным сроком в три года. По выражению лица подсудимой понятно, что такой приговор ее удовлетворил. Подсудимая понятен срок и порядок обжаливания приговора. Сам приговор понятен? Да, очень. Наказание понятное? Да, очень. В интервью после вынесения приговора Раи Мамедова заявила, что не будет подавать апелляцию, но подчеркнула, что осадочек остался. Было доказано, что изначально оскорбили мою нацию, оскорбили моих детей, но по сей день никто не принес извинения, хотя я раз, наверное, 10 уже принесла извинения, из-за того, что меня спровоцировали. Но в мой адрес извинения не поступали. С приговором я, ну как, согласна. За два последних года дело Раи Мамедовой в Сургутском городском суде единственное по 282-й статье возбуждение ненависти либо вражды. Много национальных у нас город. И здесь такие отношения уже давно сложились, что интернационал там, то есть все нас, все дружат друг с другом. То есть, ну, бывали, возможно, но в основном бывали конфликты когда-то. Но в основном такого ничего нету, я думаю. Здесь все дружат между собой. Вас лично не оскорбляли? Нет, нет, не оскорбляли. Вас когда-нибудь оскорбляли по национальному признаку? Нет. Я особо-то и не выделяюсь просто. Не стараюсь как-то влезать во что-то. Скорее всего, это если распространено, то, наверное, среди детей, возможно, у более взрослого населения. Только первый раз вижу. Про историю, в принципе, слышала. Вас когда-нибудь оскорбляли по национальному признаку? Нет. Такого не было. Вообще прям никогда даже не вспомню. У вас когда-нибудь оскорбляли по национальному признаку? Нет. Да, было при мне такое. Ну, я считаю, что это плохо. Нельзя так делать. Но, скорее, это происходит из-за ненависти людей друг к другу. Может быть, какие-то причины задеть. А чем у вас ситуация, о которой вы были свидетелями, закончилась? Там человек подал в суд в итоге за оскорбление? Нет. Это скорее такие, как перепалки разговорные. В то время, как в суде проходили заседания по делу о разжигании межнациональной вражды, в противоположной части города открывали Дом дружбы народов. Здесь ситуацию с Раем Амедовой считают показательной и пришедшейся очень ко времени. Сегодняшняя реакция населения, она вполне оправдана, потому что мы все хотим понимать, что внутри организм здоров. И вот Раем Амедова по сути это больная клетка этого организма. Что делает наш организм, когда он чувствует в себе больную клетку? Он хочет от нее избавиться. Эта ситуация должна стать уроком, хотя люди требуют более жестких мер и более жесткого урока, в том числе для этого человека. Но мы должны в первую очередь задуматься каждый сам о себе. Раем Амедова после вынесения приговора планирует остаться в Сургуте. Сейчас женщина живет в Мегионе. Условное наказание подразумевает, что ей нельзя будет менять место жительства без уведомления уголовной исполнительной инспекции. Наталья Соловьева, Юрий Чанцев для программы Больше чем новости Сургут. В Нижневартовске огласили результаты независимой оценки квартир в доме 6А по улице Мира. Напомню, в декабре прошлого года произошел взрыв газового баллона. Здание признали аварийным и подлежащим к сносу. Отчет с результатами работы оценщика подготовили для каждого собственника квартир этого дома. Стоимость квартиры на данный момент с учетом всех убытков. Компенсация за непроизведенный капитальный ремонт, стоимость затрат на услуги риэлтора для поиска другого помещения и приобретения на него права. Стоимость затрат на переезд и другие. Итак, теперь у собственников квартир этого дома есть два варианта. Подписать соглашение о получении выкупной стоимости и самостоятельно приобрести новую квартиру, либо получить от города жилплощадь взамен изымаемой. На встрече с администрацией города, где жильцам и сообщили о последних результатах экспертизы, подчеркнули, что в этом случае квартиры будут предоставляться по мере их приобретения у застройщика и находиться они могут далеко от центра. Напомним, что доплачивать жителям пострадавшей пятиэтажки не придется. В феврале городская дума приняла решение, согласно которому собственники освобождаются от выплаты разницы в цене между изымаемой и предоставляемой квартирой. И еще одна тема, связанная с Нижневартовском. Город стал сперва причиной появления новой фобии, а после источником нового мема. Так пытаются шутить в соцсетях. Все дело в лестнице, в одном из подъездов, которая попросту провалилась. О том, как развивались события, как закончилась эта история для жильцов и точно ли она закончилась, расскажет Регина Гауфе. Утро 21 февраля для жителей дома номер 13 по улице Заводской оказалось богатым на впечатление, причем не самые приятные. Проснувшись, они обнаружили, что остались без света и тепла, а вместо ступенек второго подъезда в клубах пара зияет провал. И если электро- и теплоснабжение коммунальщики восстановили уже к 10 часам, то со ступенеками пришлось повозиться. При разборе разрушенных конструкций стала известна и причина этой коммунальной аварии. Просчеты при строительстве подъезда. Простенок, на котором крепились ступеньки и теплопровод, стоял не на сваях, а на бетонной подушке, залитой прямо в грунт. С годами под ней образовалась пустота, которая и привела в движение конструкцию. Треснуло бетонное основание, треснул этот простенок и подвижка пошла вниз. Поэтому произошло обрушение непосредственно лестничного марша. Когда простенок просел, потянул за собой трубопровод и произошел порыв в теплости. Ступени и простенок восстанавливали силами самой управляющей компании. На это ушло чуть менее двух суток. Вот только промежуточный этап с приставной лесенкой все-таки успел стать мемом благодаря этой фотографии, которая попала в интернет-паблики. Между тем, новые ступени сделали из металлоконструкции и связали с фундаментом дома. Им, уверяют специалисты, не страшна просадка грунта. Здесь прошла просадка грунта, так как какого основного фундамента не было, у нас была такая подушка, и грунт просел и ушла у нас меж стенкой. И меж стенкой ушла и потянул за собой лестницу. Скажем так, не лестничный марш, а именно ступеньки потянула. Она была сделана. Ступеньки, но не по проекту, по моему. Сейчас, смотрите, сейчас даже просадка грунта будет, у нас ничего не будет, потому что он завязан на самом фундаменте сейчас. И сделана металлоконструкция швеллером, четыре швеля установлены, между собой завязаны. По словам специалистов, несущие конструкции дома не повреждены, никаких угроз для жителей этого здания нет. Тем не менее, сейчас проводится экспертиза, причем не только этого дома, но и соседних, построенных по той же конструкции, для того, чтобы исключить повторение подобной чрезвычайной ситуации. Тем временем, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. По факту, ненадлежащего содержания многоквартирного дома. Следственный комитет Югры сейчас проводит процессуальную проверку, исполнение которой будет контролировать центральный аппарат ведомства. Регина Гауф и Михаил Светышев, Сергей Зайкин специально для программы «Больше чем новости». Нижневартовск. На этой неделе югорчане ходили на необычный день рождения. 15-летний юбилей отметил музыкальный инструмент. Речь идет об органе. 1 марта повзрослевший король музыкальных инструментов звучал на праздничном концерте, а порадовать югорчан органной музыкой решила не только бессменный органист Елена Казимиренко, но и ее учитель Рубин Абдулин. Он же и помогал инструменту появиться в столице Югры. А как много мы знаем об органе? Почему его называют королем и для чего так важно поддерживать постоянную температуру и влажность помещений? Ответы на эти вопросы попробуем найти в следующем сюжете. Так звучит король музыкальных инструментов. Почетное прозвище он получил за огромные размеры, диапазон звучания и богатство тембров. Каждый орган индивидуален, так как делается под конкретное помещение, но у югорского короля есть отличительная особенность, которая и притягивает лучших органистов мира. Это клавиши. Они изготовлены из костей мамонта. Конечно, другого такого же инструмента нигде в мире нет. И наши клавиши, действительно, вот белые, они на ощупь ощущаются по-другому, чем просто пластиковые или деревянные. Потому что это нежные кости мамонта. Они даже разноцветные, если приглядеться, они неоднородные по цвету. И это тоже придает определенный такой шарм нашим инструментом. Этот инструмент и его звучание оставляет в человеке все самое ценное и побуждает избавиться от всего наносного того, что он сам считает неправильным, излишним в своей жизни. Приехал в столицу Югры, он из Германии доставляли орган частями. К слову, собрать его не самая простая задача. Зрители видят лишь лицевую часть, где и сидит органист. Это три мануала, три клавиатуры для игры руками, педальная клавиатура для ног. Также видна и часть регистров, то есть групп-труп. Их в нашем органе более двух тысяч. Вся конструкция достигает восьми метров высоту, а весит более десяти тонн. Орган одно из великих открытий человечества. Он содержит в себе память тысячелетия и выдает ее с помощью исполнителя, слушателю. И тут не важно, когда это было создано и кто слушает сейчас. Важно, что этот контакт между древностью и ее сокровищами состоялся. Играть на органе не так просто. Органист должен обладать хорошей выносливостью, ведь играть приходится всем телом и далеко не каждому удается найти общий язык с королем. Просто короли бывают тоже разные. У каждого короля есть свое королевство. Вот наше королевство, оно достаточно такое нежное, камерное, снежное, нежное и созвучное моей души. Прошло уже в общем 15 лет. Вот этот красавец звучит. На нем играет талантливая органистка. Я счастлив, что это моя ученица. В помещении, где установлен орган, необходимо поддерживать определенную температуру и влажность, ведь музыкальный инструмент состоит из разных материалов, дерева и металла. А они по-разному реагируют на резкую смену климатических условий. Допустимое изменение 1 градус за 1 час. Поговорим конкретно о механической части инструмента. Посредником между клавиатурой и самой трубой служит механическая тяга, которая включает определенный звук, определенную трубу. При изменении влажности или температуры она, соответственно, либо удлиняется, либо меняется мой размер в меньшую сторону. Если в меньшую сторону, то, соответственно, при включении органа орган может сам по себе просто звучать. То есть огонь коротилась и какая-либо труба начинает звучать самостоятельно. Вот поэтому необходимо точное соблюдение температуры и влажности. Реагируют на влажность и температуру трубы. Их в Егорском органе 2048. Большинство из них лобиальные. Они изготовлены из органного металла. Это сплав свинца с оловом. Настраиваются они очень редко, их срок службы зависит от правильной атмосферы в зале. Но кроме лобиальных труб есть язычковые. Их нужно настраивать перед каждой репетицией. Труба язычковый регистр звучит она за счет медного язычка бронзового, который пережимается настроечной планкой и в зависимости от длины в каком месте пережимается язычок звук либо повышается либо понижается. Поэтому язычковые трубы очень можно так сказать быстро расстраиваются. Для того, чтобы отстроить четыре регистра необходимо чуть больше получаса. А вот для калибровки всего органа требуется несколько дней. И без помощников здесь уже не обойтись. Есть очень много труб, которые труднодоступны, поэтому нужен обязательно помощник. Один добирается от трубы, а второй нажимает определенную ноту, чтобы она звучала постоянно, и настроить ее. В органисты обычно идут бывшие пианисты, но совмещать эти два инструмента очень сложно. Орган относится к духовым. Из-за внушительных размеров воздух подается с помощью насоса, поэтому звук идет с небольшим опозданием. Для органа 15 лет это только начало большого музыкального пути, поэтому будем надеяться, что король музыкальных инструментов еще не одно десятилетие будет радовать югорчан хорошей музыкой. Дмитрий Пришвицин, Федор Тюменцев и Ильдар Муратов специально для программы «Больше чем новости». Ну и в конце выпуска мне бы хотелось поздравить сборную Югры по водному полу с победой в первенстве страны среди спортсменок не старше 14 лет. Ну а вам, дорогие друзья, хочется пожелать крепкого здоровья, хороших выходных и ходите на премьеры кинофестиваля «Дух огня». Меня зовут Дмитрий Пришвицин. До новых встреч на телеканале Югра.